Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, конечно же, Ярик Лапа, и это у нас ответы на вопросы номер 2. Погнали! Итак, много вопросов. У меня есть реально много всяких вопросов. Начиная как сколько тебе лет и как часто ты играешь в Майнкрафт, и заканчивая, когда у тебя свадьба, и пошло-поехало. Так что, думаю, будет интересно. Погнали! Первый вопрос. Он же не первый, он же такой типа их сотни. Давайте я быстренько отвечу. Сколько тебе лет? 26. Сколько ты весишь? Килограмм где-то 75-78. Рост где-то 1,82-1,83. Все, проехали, забыли навсегда. Майнкрафт играю на какую версию? На всех версиях играю. Я думаю, вот это супер. Но вам же не это интересно. Но какому-то числу подписчиков это было интересно. Я постарался очень супер быстро ответить. Значит так, погнали. Какой сериал тебе нравится делать в Майнкрафт? Да мне, в принципе, все сериалы нравятся делать. У нас сейчас такое разнообразие. Все так, 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 мутится, крутится, вертится. Каких-то определенных исследований нету. Это для того, чтобы чуть-чуть подостыть, чуть-чуть набраться энергии. И дальше валить шикарные сериалы. Твоя любимая еда. Я люблю все сладкое. Вы это прекрасно и так знаете. Нутеллу. Например, Барни есть такие вот булочки. Это не реклама, если что. Я люблю печенье. Я люблю... Да вообще, конечно, я вообще максимально люблю сладкое. Я типа спортсмен. Типа. Но... Но... Сладкое ем в 12, в час ночи. Я могу свободно съесть полкило какого-то печенья с Нателлой. И наверх еще зущенки. И... Как не слиплось? Не спрашивайте. Не знаю. У тебя есть девушка? Это хороший вопрос. Это чуть-чуть сложный вопрос. Сложноватый. Хотя не сложный, но сложный. Почему я так виляю туда-сюда? Потому что... У меня нету девушки. Наверное, для вас чуть-чуть это странно. Но мы с Викой расстались. Давным-давно причем. Извините, что раньше вам никто не сообщил. Но, в принципе, это не сильно повлияло на нашу работу. На YouTube. Но... Не знаю. Пока так. А жизнь покажет, что вы и дальше. Время идет. Кто его знает? Скоро шестая часть нового мира. Уже была. Предыдущий ролик. Новый мир. Дорогие друзья, обязательно посмотрите. Очень хорошая часть. Я такие ролики делаю очень от души. То, в принципе, все делаю от души. Но, когда я один, это особенно. Это особенно. Я так вот прям всю душу туда. Когда же в этот ролик, обычный ролик, ответы на вопросы. В принципе, если так взять, нету ничего особенного в таком вот ролике. Но я кайфую. Мне нравится. И я думаю, что вы это и сами чувствуете. Мы, конечно же, продолжаем дальше. Ты материшься? В жизни? Да. Ну, я же человек. И мне не 16, мне 26 лет. Как и любой человек в случае каких-то сложностей. Я могу употребить различные слова. Это нормально. В роликах, само собой, нет. Это строго. Строго нет. Все. Вот. Строго нет. За какой детский поступок тебе до сих пор стыдно? Я знаю. Когда-то у нас была такая игра. Что привезли, короче, такой прицеп. Большой. От трактора. И туда все дети залезли. Представьте, да, такую ситуацию. Все играли во дворе. Двор очень большой. Много домов. Много пятиэтажек. Все сбежали с кучи. Кто наверх, кто на низ. Кто-то перебрасывал какие-то палочки. Я что-то не пойму. Я вроде бросил какую-то палку. Я подумал, что она просто упадет на этот прицеп. Но она попала вроде бы в кого-то попала, да? И вроде бы в девочку даже. Мне настолько стыдно, потому что она вроде бы не заплакала. Она что-то типа так слезу чуть пустила. А я разрыдался нереально. Я не могу понять, почему мне стало хуже, чем той девочке. Хотя девочка и дальше побежала. А я такой типа, блин, что я сделал? Нет, я кого-то обидел. И, короче, я начал плакать. Мне где-то было, может, лет шесть. Ну, я не помню, сколько лет, но я был очень маленький. Но как-то я до сих пор этот поступок помню. Ну, я не знаю. Какая машина тебе нравится? Я вообще поклонник BMW. BMW. Я нереальный поклонник. У меня уже была, в принципе, не одна машина. Я очень много, много километров отъездил на разных таких вот машинах. Я тащусь, я кайфую. Когда-то наступит время, что я пойду в автосалон и куплю новую машину. Сможешь выпустить лост два раза в неделю? Да, в принципе, могу просто. Смотрите, у нас много разных проектов. Много всего. Мы пытаемся разнообразить, нести что-то новое в YouTube. Потому что, друзья, как же мне надоело смотреть тренды. Вот эти тренды, где каждый кричит своими картинками, своими названиями. Каждый кричит в роликах. Для чего? Для чего это делать? Я понимаю, что хайп, все дела. Но можно так и не делать. Я не знаю. Но оно вам нравится. Оно, что вам нравится, то потому, что я могу сделать? Как и все ютюберы, как-то подстраиваемся. Но орать в роликах я не собираюсь. Ты когда-нибудь расскажешь про характеристики компа? Artimax 208 задал мне такой вопрос. Характеристики компа. У меня реально старый комп, если так взять. Он где-то 16-го года или 17-го года. Старый i7 старый. Ведь яхо вроде бы 970 на 3 гига. Блин, да я даже не знаю характеристики точно, потому что оно какое-то странное. Звухи 24 гигабайта. В принципе, эти характеристики компьютер уже на данный момент считает очень даже старый. Но мне хватает, чтобы рендерить такие вот ролики Full HD. Майн попроще. Так, как дела? У меня хорошо дела. Но ты курил? Нет, не курил. Между прочим, я никогда в жизни ни разу не выкурил сигарету. Я никогда в жизни ни разу не вдохнул один раз даже сигарету. Один даже раз. Кальян я понимаю. Ну, там, если самый какой-то там простой, там, туда-сюда, как-нибудь попробовать. Я не знаю. И то к этому, если честно, вот так вот отношусь, не воспринимаю. Еще там вейпинг какой-то там, да, вот просто парить. И то, и то. Дорогие друзья, это все вредит. Оно все оседает в легких. Ваше здоровье важнее всего. Потому что я с самого детства об этом думал и не курил, не пил, ничего не делал. Так что супер. Смотрите, до чего дожился. Ну, все же, в принципе, это нормально. Вроде бы. Где ты живешь? Где ты живешь? Где ты живешь? Почему так много вопросов, дорогие друзья? На данный момент я живу в Житомире. Это небольшой город в Украине. Родом я с города Коростышево. Это очень маленький городочек. Как поселок, можно сказать. Ну, ладно, я не буду вас обижать, дорогие друзья, кто с Коростышево. Это не поселок, это такой малюсенький городочек. Я оттуда родом. Так что, с маленького городка. Как-то странное покажу. А вообще, я тусуюсь в Киеве. И вообще, я люблю Украину. Я везде катаюсь. Одесса, Львов, Киев. И так дальше. Так, есть девушка, есть девушка, есть девушка. К сожалению, на данный момент у меня нет девушки. Я ответил на этот вопрос. И, честно, мне неприятно отвечать больше. Ещё, потому, если можете, не задавайте такие вопросы. Мне неприятно. Ярик, бачок потик. Я вам сейчас один прикольчик расскажу. Я недавно отвозил свою машину в сервис. И мне сказали, что у меня расширенный бачок на антифриз. На охлаждающую жидкость. Он где-то треснул. И он подтекал. Это вот... Вы скажите. Почему? Почему именно у меня так случилось? Вот этот мемас. И я. Бачок потик. И у Ярика бачок потик. Ну, то чё... Чё случилось? Такая ирония. Ну, чё сделать, то сделать. Короче. Ты левша или правша? Правша. Ну, для вас это сейчас получается левая. Но вы поняли. Какая версия у тебя в Lost в начале возле упавшего самолета? Если вы имеете в виду самая первая серия Lost, там 1.7.10. Поцелуй унитаз. Дорогие друзья, если вы хотите, чтобы я выполнял задание, напишите это в комментариях. И обязательно поставьте лайк. Если я вижу активность, я с удовольствием... Ну, не то, что буду целовать унитаз, но я выполню ваши задания. Очень интересные, очень прикольные. Так что давайте, дорогие друзья. Пишите. Напишите да или нет, я не знаю. И лайк и комментарий, я сразу пойму. Если дизлайк, например, значит нет. Если лайк, значит да. И я тогда сниму обязательно такой вот ролик. Ну, мне такое бы поняли. Выполнять ваши задания. И каждый раз они будут более интересные не в одном месте, а где-то вот в различных местах. Так что погнали. Часто ешь фастфуд? Конечно. Конечно. Я просто нереально люблю все хавать в маке. Как бы это странно не звучало, но я сегодня говорил с тренером. И он сказал, что чувак, если ты будешь страдать ерундой, тебе бицуху никогда не накачать. Понимаешь, тебе бицуху никогда не накачать. Надо правильно питаться. Надо исключить жирное, исключить жареное, хорошее мясо, не жареное, какой-то там вареное и так дальше. Спорт это еще та тема. Но я что-то буду рассказывать в инстаграме. Так что здесь не буду сейчас вот это, разводить эту тему в максимальном. Так, какие у тебя игрушки были в детстве? Здесь просто по-украински написали. У меня была мартышка. Такая вот черненькая, маленькая. Мне подарили вроде бы на годик. Она, между прочим, до сих пор есть. Если я не забуду, как-то буду у мамы в городе, там, где я вырос, я попробую скинуть, может, в инстаграм ходик. Получается, это игрушки 25 лет. Да, у меня есть такая до сих пор игрушка. Это очень прикольно. Ну, я ее берегу, она есть. Она до сих пор в шкафчику там лежит у моей прежней комнаты. Между прочим, как-то, может, в сториз скинул, где я конкретно вот рос, где мои первые ролики снимались. Между прочим, там стена, вы помните, наверное, старые ролики. Кто помнит, напишите в комментариях. Стена с футболок у меня еще была. Блин, это было, это было по-своему прикольно, не знаю. Да, были игрушки, там есть разные игрушки. Потом постепенно, ну, основная игрушка, которую я очень сильно помню, это черненькая такая мапочка. И как познакомился с Фреддиком? Я не помню, но вроде бы я отвечал. И за то, что я не помню, я, наверное, уделю секундочку этому вниманию. Значит так, я познакомился через свою сестру, выроднюю сестру. У меня родной сестры нет. Это ее парень. И он как раз был, так сказать, ну, без работы. Он как раз был в поиске. И мы как-то с сестрой что-то разговорились. И она сказала, что, блин, типа, классный чувак, вообще все, типа, блин, как раз сейчас ищет работу. Может, вы как-то вместе там состыкуетесь. Все-таки все свои. Я такой, типа, ну, давайте попробуем. Ну, и как-то мы начали, короче, заниматься. Он там занимался сначала форумом. Он не снимался со мной. То есть сначала он занимался такими делами, которые касаются интернета. Потому что сайты и так дальше, это была основная моя работа перед YouTube. И я попытался с ним как-то так поработать. Но потом мне он понравился как человек, знаете, харизматичный. Я понял, что, блин, мы съемку можем делать классно. И это будет лучше, чем просто там наполнять какие-то сайты. И сейчас мы работаем, сейчас мы дружим. И я могу с уверенностью сказать, что это мой лучший друг и настоящий друг, наверное, все-таки в моей жизни. Хоть мы, конечно, и работаем. Работа, как работа. Там есть сложности определенные. Это мой дружбан. Вообще, number one. У меня таких других нет. Когда познакомился с Викой? Хорошо. Раз вам это интересно, когда я познакомился, когда и как, я так понимаю, это все вместе. Это было примерно 7 лет назад. Мы общались просто в компании и дружили. Просто дружили. Реально, два парня и две девушки, но никто не встречался, а просто дружили. Мой друг, прежний, с которым я, в принципе, очень хорошо общался, к сожалению, сейчас не общаюсь. И ему нравилась одна девушка, которая общалась с Викой. Ну, вот так мы как-то состыковались вместе. Ну, они такие вроде бы и не встречались, я не знаю. И получилось, что я просто познакомился с Викой, потому что мы были в какой-то одной компании. Я ни с кем, в принципе, не встречался и не скажу, что хотел встречаться. Но мы общались. Я узнавал больше о ней. За то время, когда мы дружили, я понял, что она очень порядочная, очень хорошая, она мне нравится. И я как-то рискнул дружбой, предложил встречаться. Резко встречаться. То есть, не как-то там попытаться. Я более такой конкретный человек. Если люди друг другу нравятся, давайте пробуем встречаться. Ну, это, наверное, все-таки по-взрослому как-то или что. Что там туда-сюда, лево-право делать, если надо конкретно пробовать, если какая-то симпатия есть. Ну, как-то попытались туда-сюда. Разговор как-то первый раз не сильно сложился. Но я хотя бы узнал, что вроде бы я ей нравлюсь. И потом на следующий день как-то она с трудом ответила. Вроде бы, типа, ну давай попробуем. Такая девчонка прям... Ну, прикольно. И в итоге, насколько на 6 лет, грубо говоря, четко мы были вместе. После дружбы. Вот так вот у нас получилось. Какое бы ты животное хотел завести, если бы не было Баси? Ну, Басю вы же знаете, да? Он где-то там бегает. Это мой любимый кот. Есть несколько фотографии в Инстаграме. Я хотел завести собачку. Маленькую. Или мопса, или баллонку. Но, опять же, не сложилось чуть-чуть. Возможно, я бы мопса завел. Собачку. Ну, я бы... Я, честно говоря, хотел, чтобы и кот, и собака, и они маленькие, росли вместе. Это была прям мечта и цель. Но я как-то к этому не пришел. Люблю маленьких собачек. Небольших. Потому что я живу в квартире. Я вообще, в принципе, и вырос изначально в квартире, и сейчас живу в квартире. И у меня, ну, здесь большая собака, ну, прям совсем будет не то. А маленькая собачка, это, в принципе, нормально. То есть, я уже к коту привык. У меня везде шерсть. Это серьезно. Это серьезно, учитывая, что я люблю чистоту. Ну, я подстроился, потому что я очень люблю своего кота. Будут какие-то фан-встречи? Я не сильно люблю фан-встречи, потому что не всегда идет все по плану. Это если какая-то серьезная, хорошая организация. Да и, друзья, а что я вам дам при встрече? Что я вам дам как человек, который занимается таким творчеством в YouTube? Что я вам дам при личной встрече? Вы на меня просто посмотрите, и я с вами поздравлюсь. Мне кажется, лучше всего я буду снимать хорошие ролики, потеть, работать, но сделать какой-то классный, интересный продукт в YouTube, чтобы вы его смогли оценить. Вместо того, чтобы просто стоять перед вами и не знать, что сказать. Если бы я был какой-то певец, я бы там мог спеть. Был бы какой-то актер, и там, не знаю, там в театре что-то выступил бы, да? А я снимаю видео для YouTube. Лучшее всего, что я могу для вас сделать, это снять новый ролик. Мне кажется, это как-то и правильно. Что вы думаете? Напишите. До блогера кем работал? В принципе, официально, официально на какой-то работе я никогда не работал. Ну, вот так вот, чтобы прямо приходить куда-то на 8, уходить там 6, например. Нет. Что-то так не было. Я всегда работал сам на себя. Я там занимался созданием сайтов и так далее. Ну, это вы знаете. И Юля тебе сестра, верно? Да, двоюродняя сестра. У меня двоюродних сестер много. Как-то много. Я об этом не задумывался, но недавно был на день рождения, и я понял, у меня очень много сестер. Это круто. Я вас всех люблю. Как ты делаешь светлое освещение? Я сама не могу. У меня здесь соутбокс, здесь соутбокс. Очень яркие, очень мощные. Ну, я не знаю, дополнительное освещение в любом случае надо. То есть, дневное освещение я ненавижу. У меня здесь все закрыто. То есть, все окна, все везде закрыто, потому что это невозможно контролировать. А с аутбоксом можно. Включил, выключил, настроил яркость, например, и у тебя четкое конкретное освещение. На какую камеру снимаешь? Сейчас, на данный момент, 6D Mark II. Тебе было стыдно перед подписчиками? Ну, я стараюсь, конечно, такой контент делать, чтобы мне не было стыдно. Но когда я смотрю очень старые ролики, я вот так... Это стыдно. Это стремно. Нет, как я такое мог делать? Какая прическа? Ты о чем? Какая оборотка? О, нет. Блин. Я просто хочу удалить эти ролики, но... Это история. Это я. В тот период. Я развивался. Я двигался. Я что-то делал. Вопрос. Ты красил волосы? Я признаюсь. Где-то в 13 лет. Ну, плюс-минус, я точно не помню. Я делал, типа, милировку. Это стыдно. Это очень, очень, очень сильно стыдно. Но вот такие вот полосочки, типа, вот такие желтенькие или белые. Что-то такое. Типа, у меня еще была удлиненная прическа. Сейчас это стыдно. Сейчас это... Это лучше такое не делать. Но тогда это было модно. Вот все, что я делал с покраской волос. Еще был вопрос. Почему ты, типа, резко меняешь, там, прическу или что-то такое? Я не знаю. Я бываю такое, фух, под машинку. Вообще, очень прикольно. Бывает, отращиваю подлиннее. Мне нравится экспериментировать с прическами. Почему нет? Это прикольно. Какие-то изменения, какие-то продвижения. Всегда плюс. Ну, что ж, дорогие друзья. Будем мы, конечно же, завершать. Я очень сильно надеюсь, что вам понравился данный ролик. Не забывайте, пишите по поводу заданий. Выполнять, не выполнять, что вы хотите именно, чтобы я сделал. Ну и так дальше. Спасибо, что досмотрели до конца. И до новых встреч.